Ежедневный мониторинг цен на продукты сегодня главная мера в борьбе с недобросовестными предпринимателями. Согласно постановлению правительства, есть 24 наименования продовольственных товаров первой необходимости, розничные цены на которые подлежат государственному регулированию. Помимо этого, на территории Краснодарского окрая определена социальная группа товаров, на них наценка не должна быть выше 10%. Пенсионеров, защитить наших ветеранов, ну и всех других, чтобы, ну это товары, которые входят в потребительскую корзину. Поэтому сейчас проходит мероприятие на постоянной основе, сейчас мы отображаем, смотрим, фиксируем, соблюдается наценка, не соблюдается. Если не соблюдается, ставится на вид. Мониторинг социальной группы товаров проводится повсеместно, в том числе и в магазинах, расположенных в спальных и горных районах курорта. И если, к примеру, на центральном рынке ситуация подконтрольная, то в так называемых магазинах шаговой доступности предприниматели пытаются воспользоваться нестабильной экономической ситуацией и попросту навариться даже на социально значимых товарах. При этом в погоне за прибылью владельцы магазинов забывают даже о соблюдении элементарных санитарных норм. Нарушители будут штрафовать. Меры очень жесткие. Сейчас штрафы на юридических лиц до 600 тысяч, на физических до 100 тысяч. Поэтому это будет очень больно для предпринимателей. Поэтому лучше сейчас соблюдать законы. Администрация Сочи нашла и другой способ регулирования цен на продукты. Альтернативой магазинам с недобросовестной ценовой политикой стали ярмарки выходного дня. Здесь верхняя планка цен под контролем муниципалитета. Повышать ее продавцы не имеют права. За этим следят. Сегодня на курорте работает три ярмарки привоза. По просьбам жителей в ближайшее время мэрия выделит место под еще одну такую торговую площадку в центральном районе курорта. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.